Книга «Открытым оком». Тема «Рождение». Том 7. Вопрос 1965. «Какое основное качество отличает первых христиан и тех, кто стали принимать на себя звания иные, ангельские?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Любовь ко Христу и к ближним. Те христиане были переполнены желанием донести истину о воскресшем Искупителе до самых концов Вселенной. Они умирали за это. Их казнили за проповедь. Проповедь — это выражение подлинной любви и к Богу, и к людям. Но когда стали учить, что нужно дать некий обет, буквально заклясться, что ты не выйдешь из стен монастыря, что тебе абсолютно безразлично участь тех, кто не твоего круга, не инок, не монах, вот это-то и было вершиной нелюбви к Богу и к людям. Пренебрежение заповедью Христа идти в мир с проповедью. Вот пример. Вчерашний распинатель стал апостолом, благодаря проповеди и встрече со Христом. Голос свыше, при самом обращении Савла, возвестило его дальнейшей жизни и назначении, и он всею жизнью старался это выполнить, видя в этом высшую любовь, когда он за дело проповеди полагал жизнь. И какой голос, от кого он всегда раздавался тем, кто желал спастись? Но этот голос гнал их в пустыне и там замораживал, как тибетских йогов, впадающих в анабиос пещерный. Книга Деяний, 22-21. И он сказал мне, «Иди, я пошлю тебя далеко к язычникам». Какой же голос отшельникам говорил бежать как можно дальше в пустыню и гнал он их все глубже? Когда их находил кто-то, они тут же срывались и снова искали еще более глубокую яму и пещеру. Но наш Господь не изменяет свои намерения относительно способа спасения людей. Послание к евреям, 13-8. «Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же». Евангелие от Луки, 4-42. «Когда же настал день, он, выйдя из дома, пошел в пустынное место, и народ искал его, и, придя к нему, удерживал его, чтобы не уходил от них. Высоко в горы лезут только бесы и люди, которых называют альпинисты, и они там срываются в пропасти, как козлища. Господь наш уходил для молитвы в пустыню и тут же возвращался с победой. Если же не возвращаются, значит, дьявол их там поглотил, проглотил». Евангелие от Матфея, 4-1. «Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола». Лонгин. Память 16 октября. Предание же церковное, к засвидетельствованному, в Евангелии прибавляет, что Лонгин был тот воин, который пронзил ребра распятому Господу Иисусу Христу и от истекшей крови и воды получил исцеление больных глаз своих. Тот же Лонгин был и в числе стражей, приставленных Пилатом к животворящему телу Иисуса Христа, лежащему во гробе. Когда же Господь преславно воскрес от гроба и своим чудным восстанием навел на стражу ужас, тогда Лонгин и два воина окончательно уверовали во Христа и сделались проповедниками воскресения Христова. Ибо они возвестили Пилату и архиереям обо всем происшедшем. Архиереи и старейшины, устроив совещание, дали воинам довольно денег, чтобы они утаили о воскресении Христовом и сказали, что ученики Христа, пришедши ночью, украли Его, когда они спали. Евангелие от Матфея, 28, с 11 по 13 стихи. Однако Лонгин денег не взял и утаить чудо не захотел, но еще усерднее стал свидетельствовать о нем, и свидетельство его было истинно. Посему Пилат и все иудейское сонмище возненавидели Лонгина, и весь гнев свой, который они прежде имели на Христа, обратили теперь на Лонгина. Лонгин открыто проповедовал о Христе, что Он есть истинный Бог, и что Он, Лонгин, был самовидцем, животворящей смерти Его и воскресенья. За сие свидетельство Лонгин подвергся ненависти и гонению со стороны врагов Иисуса Христа, которые стали изыскивать причину, чтобы погубить Его, но не находя за Ним вины, не решались, потому что Лонгин был старейший из воинов, человек честный и известный самому Кесарю. Когда же Лонгин узнал об их злом намерении, то восхотел лучше быть отверженным от них и остаться со Христом, чем жить в селениях иудейских. Он оставил свой воинский сан, одежду и пояс, и, взяв двоих друзей своих, которые имели такую же ревность по Христе, уклонился от народного общения и посвятил себя на служение единому Богу. Пошел со своими друзьями в Каппадокию. Там он стал проповедником и апостолом Христовым, и многих обратил от заблуждения к Богу. Вскоре сделалось известным всему собранию иудейскому в Иерусалиме, что Лонгин распространяет свое учение по всей Каппадокии и проповедует о воскресении Христовом. Мартин Милостивый. Память 12 октября. И вот, по внушению Святого Духа, он громко начал свою пламенную проповедь, возвещая Божие Слово язычникам и часто вздыхая из глубины души, что такое множество народа не знает Господа Спасителя. Василий Великий. Память 1 января. Беседы, как на шестоднев, так и на псалмы, говорены были в храме и потому, наряду с изъяснением, заключают в себе увещание, утешение и поучение. Григорий Богослов так отзывается о достоинстве творений Василия Великого. «Везде одно и величайшее услаждение – это писание и творение Васильевы. После него не нужно писателям иного богатства, кроме его писаний. Вместо всех один он стал достаточен учащимся для образования». Макарий Египетский. Память 19 января. Однажды преподобный Макарий пошел из Скита к Нитрийской горе с одним из своих учеников. Когда они уже приближались к горе, преподобный сказал своему ученику «Пойди немного впереди меня». Ученик пошел впереди преподобного и встретил языческого жреца, поспешно идущего ему навстречу и несшего большое бревно. Увидав его, инок закричал «Слышишь ли, слышишь ли, ты, демон, куда ты идешь?» Жрец остановился и сильно побил инока, так что он едва остался жив. Схватив затем брошенное было бревно, жрец убежал. Спустя немного ему встретился преподобный Макарий, который сказал ему «Спасайся, трудолюбец, спасайся». Удивленный такими словами преподобного, жрец остановился и спросил его «Что хорошего ты усмотрел во мне, что приветствуешь меня такими словами?» «Я вижу, что ты трудишься», — отвечал преподобный. Тогда жрец сказал «Умилился я, отче, от твоих слов, ибо я вижу через это, что ты человек Божий. Вот перед тобою встретился со мной другой инок, который бронил меня, и я исколотил его до смерти». И с этими словами жрец припал к ногам преподобного, обнимая их и говоря «Не оставлю я тебя, отче, до тех пор, пока ты не обратишь меня в христианство и не соделаешь иноком». Потом, окрестив его, они сделали его иноком, и ради него множество язычников обратилось в христианство. Серафим Царовский, память 2 января Блаженному иеромонаху Тимону, верному ученику своему, подвязавшемуся в Надеевской пустыне, причем преподал ему последние душеполезные наставления. «Сей, — повторял он ему, — сей, — отец Тимон, — данную тебе пшеницу, сей на благой земле, сей и на песке, сей и на камне, сей при пути, сей и при тернии, сей и в тернии. Все где-нибудь да прозябнет и возрастет, и плод принесет, хотя и не скоро. И данный тебе талант не скрывай в земле, да и не стязан будешь от господина своего, но отдавай его торжникам, пусть куплю делают». Побывал и в том небольшом между стеною, келье и печкою помещении, где угодник Божий часто подвязался в молитвенных трудах, и куда едва мог войти один человек, оставаясь там в стоячем или коленопреклоненном положении, ибо присесть или облокотиться нельзя было там никак. Григорий Армянский. Память 30 сентября. Он устроил множество монастырей, в которых с успехом процветало дело евангельской проповеди. Так все благоустроив, святой Григорий удалился в пустыню, где, угождая Богу, и окончил свою земную жизнь. Так уверовала Армения во Христа. Иоанн Богослов. Память 26 сентября. Святой Иоанн начал проповедовать им о Христе и обличать их прельщение, и многие из них, уверовавших, крестились. После сего вышел Иоанн на торговую площадь, где собрался к нему почти весь город, чтобы слышать Слово Божие. От старости он не имел уже сил проповедовать Слово Божие даже и в окрестностях Ефеса. Теперь он только поучал епископов церкви и воодушевлял их неустанно учить народ Слову Евангельскому. А особенно помните проповедовать первую и главную евангельскую заповедь – заповедь любви. Кроме великих трудов по распространению христианской веры среди язычников, святой апостол Иоанн послужил Церкви Христовой еще и трудами письменными. Он написал Святое Евангелие, Три Послания и Апокалипсис, или Книгу Откровений. Спевсиб. Память 16 января. Святой Поликарп, епископ Смирнский, ученик святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова, желая по действию Духа Святого умножить словесное стадо верующих во Христа, послал в различные страны своих учеников с тем, чтобы они безбоязненно проповедовали всюду Слово Божие. Кадрат. Память 21 сентября. Своей проповедью многих он привел к свету Богоразумия. Калистрат. Память 27 сентября. Сюда принес он драгоценный бисер, веру во Христа, которым обогатил сына своего, отца Калистрата и всех домашних своих, передавая им о Христе Иисусе все, что видел своими очами и что слышал от апостолов. Алфей Апостол. Память 26 мая. Святой апостол Алфей происходил из галилейского города Капернаума, но где он проповедовал Евангелие, неизвестно. Лукелиан. Память 3 июня. Однажды блаженный Климент, исполненный Духа Святого, сказал, «О возлюбленный брат мой Дионисий! Видишь ли, как обильно жатва Господня посева в язычниках, и как мало делателей в слове проповеди Божьей! А так как ты вполне научен православной вере и достиг совершенства в добродетелях христианского закона, то прошу тебя, иди в западные страны для имени Господа нашего Иисуса Христа, как добрый воин его ополчись против врагов Господа нашего и побеждай их силою укрепляющего тебя Бога!» Святой Дионисий от всего сердца согласился на это, и тогда блаженный Климент начал ему искать и собирать друзей, помощников, сослужителей, благочестивых и премудрых, сияющих святой жизнью. Между ними избрал он и святого Лукьяна, поставил его епископом и подружил со святым Дионисием, чтобы ему он был спутником и сподвижником в проповедании Слова Божия. Впрочем же, отцом в Духе Святом, учителем и наставником. Устроив так, блаженный Климент приветливыми словами утверждал избранных, говоря, «Идите, прелюбезные братья, идите, непобедимые воины Христовы, и как Господь пребывал со святыми отцами нашими апостолами и с их подвижниками, так да пребудет и с вами проповедниками Его святого имени. Ибо многое и неисчетное число народа из язычников будет вами приобретено для Господа и введено в ограду Его». Лука. Память 18 октября. Прибыв в Рим, святой Лука также находился при апостоле Павле и вместе с Марком, Аристархом и некоторыми другими спутниками апостола, проповедовал Христа в этой столице древнего мира. В Риме же святой Лука написал свое Евангелие и книгу деяний святых апостолов. Святой апостол Павел руководил им всем дели и потом одобрил написанное святым Лукою Евангелие. Точно так же и книга деяний апостольских написана была, как говорит церковное предание, по повелению апостола Павла. По кончине апостола Павла, святой Лука, как говорит церковное предание, благовествовал Христа в Италии, Далмации, Галии, а в особенности в Македонии, в которой он и прежде трудился несколько лет, а также и в соседней с Македонией Ахайи. Уже в глубокой старости апостол Лука предпринял путешествие в отдаленный Египет и перенес здесь много трудов и огорчений ради славы святого имени Иисусова. Он пришел в Египет, пройдя предварительно всю Ливию, и в Египте, в Фиваиде, многих обратил ко Христу. Аполлинарий. Память 23 июля. Пришел из Антиохии в Рим. Здесь, в начале вшедшего Иудейское собрание, он назвался Иудеянином и стал возвещать учения об Иисусе Христе, доказывая свидетельством пророческих книг, что Христос есть истинно Сын Божий, пришедший для спасения рода человеческого. Он поведал и о всех чудесах Господа Иисуса, которые Он сотворил среди Израиля. Когда святой апостол Петр ежедневно проповедовал таким образом в сонмище иудейском, многие из иудеев уверовали во Христа, и не только из иудеев, но многие и из римлян, слыша проповедь апостола, с радостью принимали его слово, говоря, «Бог взыскал род человеческий, пославший Сына Своего для обновления мира». И, уверовав во Христа, крестились. Немало времени спустя святой апостол Петр обратился к ученику своему Аполлинарию, пришедшему с ним из Антиохии, с такими словами, «Вот ты хорошо наставлен в познании Христа, Сына Божия, и вполне уведал все его божественные деяния. Итак, прими освящение Святого Духа и иди в многолюдный город Равенну, и, ничего не боясь, проповедуй там имя Иисуса Христа». Аристион. Память 3 сентября. Сей святой Аристион был епископом Александрии Приморской. Он ревностно проповедовал о Христе и его спасительных страданиях, смерти и воскресении, а также поучал народ о том, что все на земле тленно и скоро приходящее, а вечные нетленны только будущие небесные блага. За таковое учение он был приведен на суд к правителю города Александрии, и после того, как исповедал Христа истинным Богом, осужден был на сожжение, и всем мученическом подвиге окончил свою блаженную жизнь.